здравствуйте дорогие огородники согласитесь что большинство из нас старается в своих огородах вести в основном органическое земледелие и по максимуму использовать именно органические удобрения но органических удобрений довольно таки то много существует и естественно нужно тоже ими уметь грамотно пользоваться самое основное и на мой взгляд до сих пор самое большое количество по органическим удобрениям конечно занимает навоз ну во-первых он самый дешевый из всех органических удобрений например вот у нас в среднем тонна навоза с доставкой стоит около 1000 рублей согласитесь что другой какой-то органики за такую сумму причем достаточно концентрированной органики за такую сумму купить достаточно сложно в магазинах любые органические удобрения уже на порядок конечно стоит дороже так вот до сих пор большинство огородников очень широко используют навоз на своих участках навоз конечно тоже бывает разный на мой взгляд и если у вас есть выбор между например конским овечьим навозом или навозом крупно рогатого скота то лучше всего выбрать навоз конечно либо овечьей либо конский во первых он более концентрированной во вторых это считается так называемый горячий навоз отлично он подходит вот именно для применения для теплых грядок особенно там если где-то вы живете как вот я где в основном холодные грунты то там конечно применение конского и овечьего навоза гораздо эффективнее чем применение навоза крупного рогатого скота но тем не менее я у себя в огороде например тоже в большом количестве использую навоз крупно рогатого скота его применение в огороде трудно переоценить вот у меня есть такая табличка которая показывает как улучшается почва с течение длительного времени если применялся навоз на участке этот эксперимент проводился в течение аж 50 лет так вот брались разные пробы почвы не культуренной из подлеза проба почвы бралась и испытывалась как бы в ней узнавались разные элементы питания также узнавалась кислотность почвы и влагоемкость и брались другие виды почвы где мало удобрялся почва навозом приусадебный участок который довольно таки то хорошо систематически удобрялся навозом огород где довольно таки то вообще много использовал навоз и старый огород вот именно который существовал уже в течение 50 лет и очень длительно и сильно у наваживался только даже вот по этой таблице можно посмотреть как здорово отличается почва и содержанием них полезных элементов питания так вот влагоемкость просто вырастает с применением навоза будем говорить вдвое и и фактически достигает девяносто девяти процентов кислотность понижается с применением навоза то есть она всегда выравнивается и старается быть нейтральной до 6 и 8 это фактически нейтральная кислотность и конечно содержание подвижных элементов фосфора калия просто многократно возрастает что на простой почве если мы свели лес и взяли там например образец почвы то она была и кислой и содержание фосфора был недалеко небольшое содержание подвижного калия и длительное время вносили на усы смотрите просто многократно и возрастает содержание этих нужных для растений элементов питания поэтому взаимодействие навоза на почву трудно переценить особенно вот именно на своих приусадебных огородных участков и его естественно нужно обязательно применять то есть если есть у вас возможность приобрести или приобретать навоз то обязательно приобретаете не пожалеете то есть всегда урожайность у вас будет увеличиваться если вы его будете применять и соответственно структура почвы будет разумеется тоже улучшаться но как с ним поступать вот навоз крупно рогатого скота или там навоз конский лучше всего использовать как осеннее удобрение то есть мы например приобрели его весной вот лично как я поступаю я приобретаю его рано весной и складирую он у меня будем говорить все лето проходит определенную ферментацию то есть он частично разлагается и становится полу перепрев шим навозом и уже осенью я его вношу под фактически все культуры частично вношу и естественно в теплице вот частично вношу на грядке то есть я его применяю в большом количестве но есть два варианта как бы как его еще использовать если вы хотите чтобы то есть вы приобрели небольшое количество навоза у вас нет возможности как у меня я живу в деревне приобретать его много и как бы вам хочется его по максимуму чтобы в нем сохранить сохранились все элементы питания особенно азот чтобы он со временем его не потерял то лучше конечно к навозу подмешивать фосфоритную муку либо суперфосфат вот у меня есть еще одна табличка которая тоже наглядно показывает как за четыре месяца идет потеря в навозе органического вещества и азота если мы ничего не делаем с навозом ничего туда не добавляем то у нас 58 процентов органики теряется и 19 процентов теряется азота из навоза что не есть очень хорошо конечно когда у вас его достаточно то ничего страшного вроде бы в этом и нет но если вы приобрели хотите в нем сохранить большую ценность то стоит добавив туда три процента фосфоритной муки то уже мы видим что азота теряется буквально в три раза меньше всего лишь там пять процентов так вот ценность такого навоза конечно увеличивается и как я и говорил что его лучше вносить осенью второй вариант который в основном как раз вот использую я что я делаю с навозом я его раскладывают достаточно тонким слоем у себя на участке то есть у меня на участке много места и поэтому это позволительно сделать и я приобретаю телегу навоза весной расклады его где-то слоем сантиметров 40 и покрываю толстым слоем соломы или скошной травы для того чтобы он просто не высыхал в первое время когда я это сделал я в него запускал червей простых навозных червей то есть не калифорнийского там червя приобретал специально а именно навозных червей который брал у соседей тоже в старом навозе набирал и просто вот туда запускал и что у меня происходит то есть я как бы частично из навоза произвожу уже биогумус сейчас он даже продается в магазинах то есть это продукт переработки органики червями чаще всего используются как раз вот калифорнийский червь и есть даже специальные как бы фермы по производству биогумуса и поэтому его легко сейчас приобрести в магазине но стоит достаточно дорого поэтому я условно его произвожу сам и конечно качество моего биогумуса намного ниже в плане то есть у меня не весь навоз превращается в биогумус я не достигаю такого вот качества что у меня прямо вот весь весь навоз превращается в биогумус я этого не дожидаюсь так вот в чем ценность биогумуса по сравнению с навозом мало того что содержание основных элементов питания относительно конечно увеличивается то есть можно посмотреть даже вот здесь у меня на таблицах вот если мы смотрим простой навоз например содержание азота 0 4 там 0 45 процента то в биогумусе это уже полтора три процента видите то есть многократно уже возрастает концентрация азота и что очень ценно вот для биогумуса то очень многократно еще возрастает концентрация фосфора это позволяет нам применять биогумус для приготовления грунтов в которых мы в дальнейшем выращиваем рассаду ну конечно биогумус ценен не только тем что в нем есть основные элементы питания в нем также достаточно много и в принципе присутствует почти все микроэлементы также в процессе производства биогумуса многократно возрастает число эффективных бактерий если по сравнению с навозом то есть в навозе в одном грамме навоза содержится примерно 100 миллионов колоний бактерий то уже в одном грамме биогумуса это 100 миллиардов то есть представляете какое многократное увеличение бактерий да причем полезных бактерий которые нужны именно нужны в нашей почве также конечно в процессе ферментации с помощью червей навоза то есть в биогумусе появляются вещества которых ранее не было в навозе которые являются там регуляторами роста ферментами всевозможными и так далее то есть качество биогумуса и навоза в принципе несопоставимы и конечно если есть возможность превращать навоз в биогумус то это надо делать хотя бы таким незамысловатым способом как это делаю я причем я только первый год вот заложил будем говорить в навоз червей а в дальнейшем я осенью делаю следующим образом у меня за за лето черви фактически на 50 процентов перерабатывать навоз я это все сгребаю в кучу и на это место на следующий год выкладываю новый слой навоза и уже червь переползает из земли как-то да то есть я уже на следующий год туда червя не вношу он моментально заполняет весь навоз рядом с кучи со старой переползает из-под земли как-то берется то есть фактически это сделать надо один лишь раз запустить туда червя и конечно не забывать единственно как следует и кровь укрывать и летом несколько раз в жару буквально полить и сверху увлажнить чтобы он не высыхал вот и все и вы будете превращать навоз в частичный биогунс то есть еще многократно улучшая качество самого навоза я вот буквально сегодня зашел в магазин и что еще можно увидеть и из органических удобрений ну довольно таки то часто еще используется птичий помет я считаю это просто шикарное органическое удобрение во первых он в магазине продается в сухом виде и это фактически очень концентрированное удобрение и она уже приближается по своей концентрации к минеральному по сравнению с навозом концентрации в нем возрастает где-то порядка в 10 раз то есть если мы например навоза вносим на квадратный метр где-то два-три килограмма то птичьего помета вот сухого нужно внести всего лишь 100 200 грамм его ценность я вот для себя определяю следующим образом то есть как его использовать в огороде дело в том что во первых в нем большое содержание фосфора и азота можно посмотреть вот здесь у меня есть табличка как раз по содержанию полезных элементов питания именно в памяти вот сколько содержится его фосфора вот здесь вот азота это просто в простом памяти в сухом здесь тоже есть вот табличка он еще в три в четыре раза возрастает так вот при этом все элементы питания в птичьем помете находится водорастворимой форме то есть из него очень легко делать подкормки а при том что здесь именно содержание большое азота и фосфора то как раз весенние подкормки из птичьего помета будут очень очень эффективными когда как раз нужен нам фосфор и азот в большей мере чем даже калий калий больше нам нужен уже все равно ближе к осени так вот весенние подкормки птичьим пометом будут очень эффективны поэтому не поленитесь купите в магазине принципе по своей форме приближен как и еще раз хочу сказать именно к минеральным удобрениям но тем не менее это органика да и вы не уйдете от органического земледелия особенно те кто очень хорошо будем говорить уже досконально его придерживаться также магазинах можно встретить еще вот такой вот органику это сопропелли вот сейчас тоже в магазине продается но на мой взгляд где их лучше применять дело в том что по содержанию элементов питания сопропелли достаточно бедные они богаты более-менее богата микроэлементами и хорошо сопропелли работают на легких грунтах вот у кого песчаные почвы супесчаные то смело можете приобретать сопропелли и их использовать они будут улучшать вашу структуру песчаных почв потому что они как бы и листы это такое или сты вещество до которые не размывается водой и с помощью сопропелли то есть у вас печаная почва будет немножко более такой комковатый которые лучше будет удерживать элементы питания поэтому на печаных почвах они эффективны а уже на глинистых почвах вот как например у меня суглинки то сопропелли малоэффективны и в принципе даже не стоит тратить на них деньги хотя в магазине они продаются и в принципе были привести это можно и последнее что очень много продается в магазине это всевозможные гуматы да это вот жидкие вот такие и как бы позиционируется все сильно что это для органического земледелия вот в основном гуматы калия бывают гуматы натрия это вот такие бутылочки всевозможные с коричневой жидкостью ну дело в том что сначала надо конечно разобраться как получаются эти гуматы в основном их добывают либо из низинного торфа либо из бурого угля и вот как раз от того откуда взят гумат это очень важно потому что качество гуматов напрямую зависит от исходного сырья насколько качественный бы был исходное сырье настолько качественнее будет у нас и уже гуматы и второе что очень важно это каким образом извлекались гуминовые кислоты именно из исходных продуктов то есть из того же торфа или угля это тоже очень ладно важно потому что в большинстве своем извлечение идет достаточно примитивным способом с помощью нагрева то есть как бы парит и добавляет просто туда соду да и поэтому очень большое содержание натрия в гуматах и вроде бы если мы смотрим содержание основных элементов питания то она не такое великое тем не менее и смотрим инструкцию по их применения то как бы разводить его надо достаточно много на 10 литров добавлять везде вот не посмотришь написано там 20 миллилитров и поэтому как бы самих основных элементов питания там будет очень очень ничтожное малое количество тем не менее они позиционируются как удобрение на мой взгляд это все-таки больше дополнение к удобрению то есть накормить гуматами на мой взгляд невозможно растений то есть полностью гуматами восполнить полную потребность элементов питания на мой взгляд не совсем представляется возможным что вызывается вот а в качестве дополнения они неплохие но еще раз повторюсь конечно нужно смотреть вот именно кем произведены как из чего а зачастую это не пишется вот я приобрел два гумата и нигде например не написано из торфу это из угля дело в том что в них могут содержаться кроме того нужных элемент питания могут содержаться также тяжелые металлы потому что неизвестно где брал с исходное сырье и поэтому это не все так просто естественно конечно того как и залегается еще раз повторюсь именно гумина вещества по какой технологии вот это тоже важно здесь тоже это ничего не пишется поэтому если вы приобретаете гуматы то просто взять любую бутылочку с коричневой жидкостью и где-то что-то написано сейчас еще очень распространенно стало что мало того до гумат но еще и и наклейки такие здесь помидорчик здесь огурчик здесь цветочки здесь буквально на все случаи жизни что-то мне тоже вот это всегда будем говорить и такое сомнение в меня внушает что одна и та же коричную жидкость но буквально почему-то именно мне надо приобрести не просто гумат калия надо приобрести где у меня нарисован помидорчик если я выращиваю помидор а читаешь состав принципе состав как бы даже на этикетке он ничем не отличается то есть то же самое содержание азота фосфора микроэлементов что в простом гумате что там где картинка с помидорчиком поэтому применение гуматов как дополнительное уже на мой взгляд более стимулирующие такое вещество в качестве стимулятора конечно качественные гуматы очень эффективно именно как дополнение пользоваться не повышает схожесть тех же семян устойчивость к засухе к холодам структуру почвы улучшает принципе когда мы обрабатываем гуматами по листве то также у нас увеличивается будем говорить всасывающую поверхность корней то есть у нас растение лучше используют элементы питания и так далее поэтому как бы вот их косвенное влияние на растений достаточно хорошие но такой прямой как вот удобрение как тот же например куриный помид который мы можем развести и качественно удобрить именно восполнив будем говорить недостающий азот там фосфор то с помощью гуматов сделать это достаточно сложно но тем не менее если мы выберем качественные гуматы то конечно их применять в огороде надо особенно у кого почвы еще бедные вот и и где содержание гуминовых кислот в принципе малый кто мало использует навоз кто мало использовать тоже другую органику да вот то применение гуматов будет оправдана вот все что я в принципе нашел и в магазине конечно органики существует еще другая то есть огородники пользуются много другой органикой но это будем говорить самая такая основная что чаще всего применяется огородником и я считаю что вот эти то вот органик она заслуживает именно особого какого-то внимания именно про нее мне хотелось немного поговорить и надеюсь что может что-то полезное вы возьмете из моего сегодняшнего разговора и будете применять ту или иную органику именно в нужный момент и и в нужных что называется пропорциях и формах а на этом сегодня все до свидания до скорых встреч